Не возникало ли у вас порой чувства, что вы проживаете чужую жизнь? Какие-то неизвестные, но в то же время знакомые люди, места, события. Нет? Очень сомневаюсь, что я один такой. Началось все, когда мне было 8 лет. Прекрасно помню, как играл во дворе, ожидая других ребят. Вдруг мой взгляд привлекла толпа людей, стоящих у крайнего подъезда соседнего дома. Чем ближе подхожу, тем больше слышу фраз, звучащих со всех сторон. Бедный парень, еще жить да жить. Родители жаль, не дай бог пережить такое. Покойся с миром. Бедный, бедный. Я иду, но до сих пор кроме толпы ничего не вижу. Пробираюсь, пробираюсь. Среди взрослых и, наконец, иди, иди, друг, наверно, попрощайся. И тут меня начали подталкивать вперед. Мол, топай, посмотри. И я посмотрел. Парень, явно старше меня, лет на 5-6, наверное, лежит в деревянном ящике, а вокруг со слезами на глазах взрослые. Мне так плохо в тот момент стало. Голова закружилась, потемнело в глазах. Все голоса в голове сплелись в один непонятный шум. И тут как? Как темное пятно среди светлого пространства появилась женщина. Видно, родственница какая-то этого парня. Вся в черном, руки перед собой, а в ладони какой-то предмет. Игрушка. Деревянная лошадка со всадником сверху. Я вроде стараюсь вырваться. А люди со всех сторон обступили, словно стена. Я смотрю на садника того, а он на меня смотрит. Еще лицо такое, слишком живое, что ли. И смотрит так, злобно, что ли. Снова стало дурно. На, вот возьми. Та женщина протянула мне игрушку. Любимая у нее была. Возьми в память. Я замотал головой. Бери, бери. Грех нельзя. Нельзя. Под напором я схватил лошадку и помчался домой. Она мне такой тяжелой показалась. Спустя несколько дней я сильно заболел. Да так, что еле вылечили. Месяц лежал камнем. С трудом вставая даже в туалет. А еще я тогда, словно чужими глазами, на все окружающее смотрел. Временами появились вещи, которых я никогда не знал. Да и знать не мог. Мне было ужасно страшно. Словно моими глазами на мир смотрит кто-то другой. Вскоре я привык к этому чувству. Оно стало обыденным и страха не вызывало. Но уже больше 30 лет меня терзает вопрос. Чью жизнь я проживаю? Свою? Или того парня? Игрушку которого, кстати, я так и не выкинул. Субтитры сделал DimaTorzok